Немного в непривычной для себя манере я назвал этот ролик «Драпай, чувак, как можешь». В смысле, любыми способами. Почему? Потому что в этом ролике пойдет немного необычный способ эмиграции, о котором, наверное, мало кто знает. И если бы я впервые услышал об этом, то, может быть, подумал бы, что это вранье. Но так как я уже третий раз сталкиваюсь с подобными историями, я подумал, что, наверное, стоит озвучить и этот вариант для, скажем так, особо ретивых молодых или, может быть, не вполне молодых, но отчаянных людей. Дело в том, что я недавно получил письмо от жителя Казахстана, уроженца Украины, который недавно перепрался США через Мексику. Когда ты слышишь такие истории, то тебе трудно поверить, что это на самом деле функционирует. Но прежде чем я прочту его письмо, мне бы хотелось привести небольшие эпизоды из еще одного видео, которое попалось мне много лет тому назад на YouTube. Тогда я послушал этого парня и подумал, он либо дико фантазирует, либо это действительно функционирует. И теперь, получая еще одно подтверждение, я понял, что эти ребята не врут. И этот способ на самом деле существует. Парень с такой необычной внешностью. Дело в том, что его отец кубинец, сам он родом из Украины. И знаете, как это бывает, когда за 30 минут человек пытается рассказать чуть ли не половину своей жизни. Поэтому мне пришлось вынуть из этого ролика самую, как говорится, сердцевину, для того, чтобы показать, как это было конкретно у этого парня. Ну а если вы хотите знать всю историю, то просто пройдите по ссылке. Я только немножко объясню, чтобы было понятно. Так как его отец кубинец, но я так понимаю, он никогда его не видел. Жил он всю жизнь в Украине со своей мамой и младшим братом. И просто, когда он поехал, он взял этот кубинский паспорт, так как он родился на Кубе. Потому что он слышал, что кубинцам дают привилегии в плане политического убежища. Но вышло так, что это вообще никакого значения не имело, а приняли его, как и любого другого, пересекающего границу Мексики. Единственная разница, что его поместили в некий приемник, где сидели все кубинцы, принявшие его за своего и начавшие разговаривать с ним на испанском. А он, естественно, знал испанский только на уровне разговорника. Одним словом, проведя несколько дней в таком стационарном накопителе, его, тем не менее, пропустили. Итак, послушайте эту историю. В Америку я давно очень сильно хотел уехать. Значит, я начал искать варианты. Мой брат попал в Америку на корабле. То есть он на круизном лайнере работал. Там они плавали туда-сюда и по Карибам два раза. Они заезжали в Майами. На второй раз, когда они заехали в Майами, он сошел с корабля и остался в Америке. И мне брат рассказал, что есть такая возможность кубинцам получить документы, что кубинцы приходят на мексиканско-американскую границу и там получают документы. Я продумал маршрут, я вылетел из Киева. У меня была пересадка сначала в Франкфурт на Майне. Потом из Франкфурта на Майне я полетел в Канкун, в Мексику. И в Канкуне, через Мехико, через столицу, тоже все на самолете. Я, получается, сделал еще одну пересадку и в Мехико. И из Мехико я полетел в город, который называется Нуэваларедо. Это город на границе с Америкой. А Нуэваларедо, Аларедо, это в Америке уже. Что там и как будет? В общем, расскажу, как было. Визу в Мексику я открыл. Электронная виза вообще без проблем. Она открывается за 5 минут в интернете. Это вообще не проблема. Я забронировал гостиницу в Мексике. И сразу же снял бронь. Но распечатал, типа, что я ее забронировал. Когда я так просчитал маршрут самолеты, чтобы в 8 часов утра я был, где-то в 8 часов я прилетел в этот город Нуэваларедо, пограничный город, и в 9 часов я уже был на границе. Потом, когда я уже отзвонился домой, подошел так, реально так тихо подошел к одному таксисту, говорю, не знаю. И не знаю, потому что там они сразу кучу налетают. Он подошел, я ему говорю, поехали. Мы сели в машину, он говорит, куда будешь ехать? Куда едем? Я говорю, на границу. Когда мы подъезжали на границу, этот таксист мне говорит, типа, тебя везти туда на ту сторону, типа, или тебя тут высаживать. Я говорю, высаживайте меня тут. Мне просто сказали, типа, выходи, вставай в очередь, и иди, как все, типа, люди в очереди. Он у меня переспросил еще раз, я ему повторил, он говорит, выходи из машины, жди, говорит. Все, таксиста отправили, короче, жди. Я стою, подходит другой пограничник, заводит меня в комнату. Комната где-то, не знаю, сколько на метров, 20 квадратных где-то метров. В этой комнате было очень, очень, очень холодно. Просто вообще жестко, там так кондиционеры работали. Я был в футболке, ну, как бы, в Мексике жарко вообще, в принципе, лето и все остальное. У меня была футболка, и с собой было там вообще, у меня был рюкзачок, там было реально, по-моему, две футболки, рубашка, джинсы, пара носков и запускная обувь. Типа, все, что у меня было из одежды. Я на себя потом эти натянул две футболки, рубашку, все, что мог, отдел на себя. Но все равно очень жестко холодно было. А все эти кубинцы, они уже опытные, все родственники рассказывают, как там, они приходят прям в куртках зимних, с одеялами, чуть ли не с подушками, они там все реально спальники приносят, спят там, ждут, пока вот это ложатся спать. На полу вот так вот, как бомжи лежатся и спят себе, жрут там и так далее. Говорит, ну рассказывай, что там у тебя? А я, знаете, такой сразу же, реально так жестко там, типа, чувак, я там всю жизнь там пахал, откладывал деньги на эту поездку, короче, там, чуть ли не такой, там, я так переживаю, там, я не знаю, там, домой не боюсь ехать и все остальное, прям, такой тираж, знаете, так начал ему это говорить. И он такой, типа, стоп, 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 такой, типа, он говорит, я понял, сегодня у тебя счастливый день. И у меня так, знаете, как спал человек, просто, рецепт, значит, сегодня у тебя счастливый день. Он говорит, а кто у тебя, типа, я говорю, у меня, типа, отец кубинец, а мать украинка. Он говорит, а у меня мать кубинка, а отец серб. А я говорю, у меня, у брата, жена сербка. Он такой, да ну. Я говорю, да да. Короче, что-то так слово за слово. Он говорит, а ты умеешь читать на старославянском? Я говорю, ну да. Он достает из кармана иконку Божьей Матери, и там молитва на старославянском. Я ему начинаю читать эту молитву. Он такой, ничего себе, зовет еще там каких-то пацанов. Говорит, ну смотрите, он читает на старославянском. Я, блин, думаю, ну все, короче, уже ребята вообще там все расположились так ко мне хорошо. Он говорит, ну все, вот типа парень, типа он будет тебя допрашивать. Вопросы на самом деле там не страшные. Он просто спрашивает, боишься ты вернуться на Кубу? Я говорю, боюсь. Боишься ты вернуться на Украину? Боюсь. А что это будет, если ты вернешься на Кубу? Я говорю, меня там будут типа преследовать. А если ты вернешься на Украину, меня будут преследовать. Ну вот такие вопросы, как бы. Очень важно не спрашивать, или ты типа верующий. Нужно говорить, да, я верующий. Вот, как бы потом. И вот на вопрос, типа, или ты боишься вернуться, нужно говорить, что я боюсь и не хочу возвращаться и все остальное. Меня допрашивали где-то 3 часа, взяли отпечатки пальцев, все остальное. Они мне кушать приносили, они мне одеяло дали, они мне кофту дали. Они видели, что я сижу сам, что я какой-то, не знаю, как дикий, понимаете, они могут с ними нормально разговаривать. В общем, в итоге мы разошлись, я пошел на автовокзал, и на автовокзале я купил билеты, аж, по-моему, на 6 утра, получается, опять всю ночь просидел на автовокзале, купил билет из вот этого Лореда в Майами за 180 долларов на автобус, и я останавливался в каждом большом городе. Мы ехали двое суток еще на автобусе. Короче, я неделю добирался до этого Майами. Как вы поняли, это достаточно сложный способ. Ему пришлось 4 или 5 дней, находиться в постоянном ожидании, сидеть то в одном накопителе, то в другом, в постоянном страхе, что его вдруг не пропустят. Но, как всегда бывает в таких обстоятельствах, что-то все-таки становится на твою сторону, отчаянным людям и небо помогает. Вот так и случилось с этим парнем. С тех пор он проживает в Майами. С недавних пор забрал туда свою мать с Украины. Ну, а теперь то письмо, которое я получил недавно. Человек просил зачитать его, опять же, с целью, чтобы его личный пример, может быть, помог другим людям. История этого человека, который много лет жил в Казахстане, а затем перевез свою семью в Россию, как он говорит, под давлением того, что они смотрели российский телевизор, были уверены в том, что Россия процветает, все замечательно, переехали туда из относительно свободного Казахстана и столкнулись с реальностью. Его сына на несколько суток посадили за якобы какую-то страничку ВКонтакте, ну и также он участвовал в какой-то митинговой деятельности. В общем, столкнулись с такими относительно репрессивными действиями в отношении этой семьи. Ну и, видимо, желание эмигрировать было. Я не буду рассказывать всю историю его политической деятельности, потому что он ее лучше расскажет эмиграционным властям США и уже рассказал. Для нас интересно именно то, как он эмигрировал, что конкретно он делал. В Мексику для граждан России нужно всего лишь электронное разрешение. Вся информация об этом есть в интернете, это бесплатно. Сейчас развилось много шарлатанов, которые предлагают такого вида услуги за деньги. Все это возможно сделать самостоятельно, как и я. Прилетели мы в Мексику, в Канкун. Затем пролетели в Монтерей и Вермасильо. Затем на автобусе в Нагелас. Я думаю, что тех, кого интересует конкретный маршрут, можно найти это, естественно, на Google Maps. 24 января в пешем порядке мы с дочерью перешли границу с США и попросили политического убежища. Но этот способ подойдет лишь тем, у кого есть основания для опрошения такого убежища. Здесь я хотел бы добавить, что у самого этого человека тоже, судя по его рассказу, не такие уж большие основания. Сам он в тюрьме не сидел, его не пытали, ничего не произошло с его семьей, третировали его сына так или иначе, ну и на этом все, его личное разочарование режимом, а сказать бы, чтобы он был какой-то известный политический деятель, нет, это абсолютно не так. И тем не менее, он посчитал, что у него есть основания для получения политического убежища. И дальше нужно быть готовым оказаться в иммиграционной тюрьме приблизительно два месяца. Лица с детьми младше 18 лет не помещаются в тюрьму. Я думаю, именно поэтому он взял с собой дочь 15-летнюю и я так понимаю, что им этого избежать удалось. Если семья муж-жена, то мужа садят, а жену с детьми отпускают. Эта информация тоже есть в интернете, но скудная, многие хотят заработать на этой информации. Мы с дочерью провели ужасных пять суток, но мы были к этому морально готовы. Потом нас перевезли в приют в замечательные условия, где я дал основное интервью. Хочу заметить, что те, у кого есть родственники в США, это неплохой вариант для покидания Рашки, если есть основания, повторюсь, придумывать что-либо никому не советую. После положительной оценки вашего интервью вас отпустят к родственникам или друзьям до суда, суд будет обязательно для тех, кто заходит со стороны Мексики без визы. У нас, в США, никого, и это в своем роде проблема. Мы сейчас с дочерью в городе Буфало на границе с Канадой в штате Нью-Йорк, в приюте. Среди постояльцев мы одни здесь белые. Из России за предыдущий год мы третьи в этом заведении. Здесь Африка, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Колумбия, Чили. То есть, опять же, добавлю от себя, люди со всего мира пытаются и скажу я вам, процентов 90 проходит эта мелкая сита. Но мы не унываем, будем пробиваться, плохих людей пока не встречали. Сами американцы очень хорошо к нам относятся. Главное, что мы в свободной стране. Мои данные прошу не озвучивать по понятным причинам. Мой отец уроженец Хмельницкой области, а предков по матери раскулачили большевики и сослали в Казахстан. Ну и в конце несколько теплых слов с тем, с чем они сейчас начинают сталкиваться в Америке. Дочери вчера выдали школьный ранец со всеми принадлежностями карточку для бесплатного проезда на общественном транспорте. Сегодня оформили полную медицинскую страховку. Каждый день, что происходит с нами, это только в хорошую сторону. А в России внушали людям, что американцы ненавидят русских. Нас бесплатно доставили из Аризоны на самолете в Пенсильванию, а из Пенсильвании мы самостоятельно через город Нью-Йорк приехали в Буффало. Но билеты были оплачены властями. Меня это до глубины души тронуло, ведь я был в состоянии сам купить билеты. От себя я только добавлю, что этот человек еще на своем пути пребывания будет очень много сталкиваться с добрым отношением, таким проявлением человеческих качеств, которым в России уже люди совсем забыли и мы действительно отвыкли. У меня точно также были такие же самые чувства, когда я приехал в Германию. Вдруг какие-то совершенно незнакомые мне люди помогали кто мебелью, кто деньгами, кто советом, иногда возились со мной, ездили в разные города оформлять мне документы. Люди, которые совершенно меня не знали. Более того, я узнал, что здесь существует огромное количество благотворительных организаций, где люди по своей воле совершенно бесплатно занимаются различной социальной деятельностью, помогают бедным, готовят ужины, раздают бесплатную еду, собирают посылки, их никто не заставляет это делать, но кроме, пожалуй, их совести и желания что-то сделать для других. Так вот, этот новый американец, я желаю ему, чтобы он стал настоящим американцем, чтобы ему и его дочери в этой стране повезло и чтобы они остались, сколько бы лет он там не прожил, он всегда будет сталкиваться с удивительным отношением к жизни, будет видеть улыбающихся людей, готовых много работать, честных, соблюдающих закон, на самом деле стремящихся сделать жизнь лучше. Я по большому счету очень рад за этого человека, рад, что он связался со мной, ну а для тех, кому эта информация была полезна, хотел бы добавить, ничего не бойтесь, видите, люди решаются на невероятные поступки, кто-то приезжает в лагерь переселенцев в Германию, кто-то, как парень в первой части ролика, пытается выдать себя за кубинца и вдруг неожиданно на границе встречает своего земляка, можно сказать, человека тоже с украинскими корнями и благодаря такой мелочи проходит на территорию США. И ни за что не отчаивайтесь, ни за что не останавливайтесь, пейте в одну точку, пишите себе план и пункт за пунктом выполняйте этот план. И рано или поздно я уверен, что вы напишите мне свое письмо о своей благополучной истории миграции. Всего хорошего, берегите свои семьи. сказать одно, мне здесь хорошо и как бы я уверен в принципе, что ничего особо не изменится. Я хотел жить возле океана, я живу возле океана. Я живу где круглый год, грубо говоря, лето. То, что я хотел, я получил. Я доволен, я ни капельки не жалею. Есть свои сложности, есть свои проблемы, но я совсем в принципе пока справляюсь совсем и я уверен совсем дальше исправлюсь. не хочу видеть больше эти наглые рожи, идти в кабак в какой-то либо ресторан, не знаю, неважно куда. Вот вам наглые рожи. И не то, что бояться, но ты думаешь о том, что на кого-то не посмотреть случайно как-то там неправильно или еще что-то. Ну, то есть мне это все уже надоело полностью. Я здесь этого не встречаю. Если я хочу видеть наглые рожи, я еду в район, где живет много русских, русскоговорящего населения. Да, это правда, так и есть. Я иду, там есть такое кафе матрешка, берешь там заказываешь покушать, все, на тебя уже буду смотреть как дома. дома.